Долгожданный праздник казахстанцев Наурыз уже стучится в двери. По традиции в Кокшетауском доме дружбы состоялся ряд мероприятий, посвященных весеннему равноденствию. Для жителей Кокшетау организована кухня на открытом воздухе, где каждый мог попробовать блюда различных этносов. Также прошел концерт, объединивший множество культур воедино. Ежегодно в канун Наурыза дом дружбы становится центром притяжения для жителей областного центра. Кокшетауцы могли посетить ряды шведских столов, которые изобиловали домашней едой. Главный гастрономический атрибут праздника Наурыз-Кожье пользовался особой популярностью среди горожан. Помимо яств, для всех желающих организована площадка для игры в Асакату и Бесасак. С приветственным словом к собравшимся обратились председатели различных этак культурных движений, пожелав всем успешного празднования Наурыза. Это сам по себе праздник национальный и религиозный. Он имеет три тысячи лет истории и испокон веков празднуясь нашими предками. Это праздник народа, дружбы, единства и милосердия. Мы проводим крупные разноплановые мероприятия. И в рамках праздника Наурыз у нас здесь вот такие символические и добрые дастарханы. Участники от наобъединений провели обряд шашу перед гостями, тем самым открыв небольшую концертную программу. Позвучали песни на нескольких языках, а также национальные танцы. Также с нескольких районов области в этот день прибыли ремесленники, которые показывали мастерство изготовления саокеле и других национальных видов одежды. Все работы изготовлены вручную. Свои вещи они показывали на конкурсе, который прошел сразу же после концерта. Я участвую в таких конкурсах, как саокеле и кемещек. Очень рада, пусть таких конкурсов будет больше. Мероприятие к Наурызмейраме проводится уже больше недели. И в этом немалая заслуга лежит на региональных объединениях Когамдокелеса. Василий Павли, Демидетка Иркенов, Кокщек, Парад.